всем салют народ сегодня у нас опять мотоцикл наш робокоп 2 серия которая является второй частью того дня когда мы его только завели когда я проехал ссылку на это видео я оставлю вам в описании советую вам посмотреть это видео прежде чем начинать смотреть это это для тех кто первый раз с нами ну а для тех кто постоянно нас смотрит хочу вам напомнить что я приехал взял обдул его мотоцикл после снега как вы помните я по снегу там горцевал пробовали внедорожное качество но есть он очень классно даже и по снегу почему-то не знаю но интересно ехать мощности хватает то есть я не знаю на форумах я читал что не совсем хватает мощности но я не вижу этого вот поэтому мне очень очень понравилось мягенько комфортно классно прикольно сегодня нам нужно во-первых слить масло поменять масло так во-вторых я нашел вот здесь такие проблемы у нас есть со спицами видите то есть некоторые вообще отсутствуют да некоторые вообще вот еще одна отломанная тоже спица то есть со спицами здесь конкретный косяк их нужно поджимать но это я докуплю новые спицы мы их ставим и попытаемся их поджать это очень такое дело знаете потому что главное чтобы винтом колесо не пошло это вообще специалисты только могли делать но мы потихоньку помаленьку по чуть-чуть их будем поджимать я думаю мы справимся вот так же у нас кто помнит не работала лягушка до стоп но здесь все довольно просто она работает вот видите это передний тормоз работает лягушка срабатывать топ-сигнала задней к сожалению нет но здесь просто отошла фишка ну сейчас возьмем плоскогубцы подожмем и перепроверимся но провода идут достаточно толстые такие то есть провода не знаете не такие не тоненькие дешмановские такая толстая проводка идет ну как бы работает но не всегда да ну ладно разберемся здесь ничего нету критического вот сейчас займемся заменой масла двигатель прогрелся подготовил вот такую баночку я так для слива масла нашел ребят одну большую пробку надеюсь это она не совсем уверен но здесь я не откручу сейчас коленвал ну как бы выглядит что хромированная пробка потом стоит вот так пружина и видите типа фильтра такого масла на откручу заливную она же является и уровнем чтобы лучше стекала еще пошло сейчас поменяем масло и попробуем снять краник посмотреть как там обстоят дела возможно нам удастся его от реставрировать или что-то там может резинку какую поменять посмотрим в общем пока стекает масло нам нужно слить бензина моя знаменитая канистра которая к нам приехала из англии масло друзья будем заливать вот такое toyota 5w 30 остатки у меня есть поэтому зальем я думаю будет хорошее масло все ждем пока от сольется наш бензин ждем пока сольется масло и будем заливать масло и снимать краник посмотреть что там за проблема с краником ну все бензинчик слили единственное что ребят получается проблема в том что чтобы нам снять кран открутить нужно снимать бак это не совсем меня устраивает поэтому я думаю попробуем вот эту гаечку открутить здесь на 10 маленькую и вынуть здесь на месте разобрать эту кран краник этот может получится вот ну а сейчас пока что зальем масло свежее наша старая слилась вот столько слилось то есть здесь грамм ну наверное 500 может не больше может 700 все зажали плотненько зажал я потому что зажата так было тоже нелегко хорошо зажата было все заливаем маслица так друзья лейку используем вот такую не знаю катит не прокатит надеюсь мимо не пойдет ну пока что льется но я вам честно скажу ребят мне очень понравилось как он едет были ну так классно может конечно я соскучился по этим ощущениям с детства но тем не менее мне очень понравилось и здесь кстати у нас друзья 5 ступенчатая коробка передач может кто-то из вас не знает 5 представляете 5 передач здесь так сейчас проверим уровень потому как перелить не хочется потом придется сливать обратно ну чуть-чуть получается на вот видите чуть выше уровня я думаю сейчас заведем поработает проверим еще раз чего страшного этом нет но если у вас есть друзья опыт эксплуатации просто я знаю что возможно в этих моторах нужно лить чуть больше масла вы мне обязательно напишите если у вас есть именно конкретно опыт эксплуатации в комментариях напишите я всегда читаю и всегда благодарен вам за то что вы пишете завелся пусть поработает чуть-чуть сколько там бензина хватит карбюраторе я думаю хватит ну вот получается максимум значит все норма чуть-чуть видимо поднялась где-то клапанах там может осталось все отлично все сейчас займемся краником нужно как-то его тоже восстановить так откручиваю гаечку есть вот видите такая вот упорная гайка вот вынилось так получается здесь конусок вот видите такие резиновые уплотнительные колечки стоят и они когда поджимаешь этой гайкой упорные они раздаются и делают герметично это все дело сейчас посмотрим возможно нам нужно было просто поджать краник и все на этом сейчас я еще посмотрю здесь повнимательнее ну в общем вот так отполировал видите ну раковина чуть-чуть остались но попробуем собрать я здесь нашел вот такие маленькие резинки видите зелененькие время комплекте сейчас их попробую тоже вставить может они нам помогут чуть-чуть это все уплотнить сразу пошел он не очень туго чуть-чуть отжать надо блин ну да ладно попробуем нормально сейчас проверим заливаем бензол ну что цир робокоп как ты тут плывешь или не плывешь пока не плывет радует все четко так ну и холодный запуск ребят посмотрим как он запустится то нас аккумулятор слабый ну тем не менее посмотрим зажигание подсос что-то хочет вот так ребят пол оборота мне кажется это классный результат свет мне кажется классно мне кажется классно ну в принципе работает все видите то есть фактически получается сейчас нам осталось только лишь докупить спицы купить аккумулятор и купить лапку то есть вот эти вот три проблемы которые остались по мотоциклу и в целом нормально все стоп начал работать но работает нечетко через раз через раз то есть я там выдышкой залил то есть вроде бы как он лучше стал вот но тем не менее так что сейчас хочу взять маслица чуть-чуть промазать обода и принципе будем его оставлять наверное до весны уже смысл его сейчас мучить вот так что такие вот новости ну по поводу холодного запуска вот он полностью холодный потому что он стоял где-то полтора часа ну как бы хорошо завелся я считаю это нормальный запуск вполне нормально еще друзья видите у нас фильм фильтр вот здесь вот свалился мимо стоит карбюратора сейчас снимем сиденье попробуем его поправить ну он такой вроде живой но тем не менее нужно взять компрессор продуть сейчас продуем компрессором его снимаем фильтр чуть-чуть надо его как-то или может на морозе он так очень-очень он застывший такая вот деталь блин моно выглядит как пластиковая хотя здесь резиновая видимо задубела так сильно сейчас надо нам ее наверное погреть в общем друзья грел-грел ну как бы вообще такой резинопластиковый какой-то если честно я не знаю даже такой он жесткий просто ужас вот ну вроде одевается не знаю как здесь на корпусе его потом одеть потому что здесь тоже проблемы сейчас протрем сразу бляха муха так можно без пальца остаться ай-яй-яй больно то как мягко-мягко жареные гвозди были на хорошо но мало так сейчас установим хомутик ну вот все теперь он не будет ничего мешать заслонка работает фильтр установлен все фактически у нас получается фильтр воздушный почищен маслица заменена в моторе мотор работает заводится так что я думаю все в порядке сейчас бокалинку поставим вот так ну что в общем вот так сейчас моя задача сюда вот помазать чуть-чуть маслицем чтобы он не ржавел дальше давайте еще раз заведем на поставим на 1 песня на сколько долго это продлится песня неизвестно но сегодняшняя наша серия заканчивается сейчас я протру его маслицем кром вот на котором есть чуть-чуть вот в принципе для этого он и покупал он у нас останется продавать пока его я думаю не будем все друзья огромное спасибо что смотрели серии про мотоцикл надеюсь вам понравились если понравились обязательно поставьте лайк ну а вам хороших людей на жизненном пути всего самого самого наилучшего и пока ну а 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 ну а